Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня, добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, сегодня мы будем превращаться в персонажа Хэллоуин и отвечать на ваши каверзные вопросы. А перед тем, как мы приступим, рубрика «Самый крутой комментарий» под предыдущим видео. Вот он. А пока ты читаешь этот комментарий, обязательно пиши свои крутые комментарии, и тогда именно он, возможно, именно он попадет в мое следующее видео. А также, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий криповый ролик. Переходите в мой телеграм-канал и включайте VPN, так вы мне сильно помогаете. Ну что ж, а мы начинаем. Ну что ж, друзья, ну я не могла не выпустить перевоплощение Хэллоуина, правильно? Потому что каждый год нужно перевоплощаться в каких-нибудь чудес. И сегодня мы будем перевоплощаться, я буду перевоплощаться вообще не одна, если что. Ну вы как бы, наверное, по обложке-то уже поняли, но все равно со мной сегодня будет Лена. Ага, здрасте! Здравствуйте! Короче, мы сегодня будем перевоплощаться в Пеннивайза и в кого там? В Пилу. В Пилу? Это что? Угадайте, кто кого будет делать? Пишите в комментариях. Не будем долго затягивать, что начинаем, и вопросы ваши тоже не ждут. Да. Ну что, мы сель наконец-то вот подготовили все. Короче, момент истинный. Кто из нас что делает? В кого ты будешь перевоплощаться? Я буду делать Пеннивайза. А я буду пилой. Да. Классная девчонка, чайкуля-пила. Да. Все, что Станя вообще сделает, крашу хунирялку. Что, надеть надо? Надевай, давайте помочь. Давай. Я такая прям пила-пила. Вообще, девчонка. Здравствуйте. Кому мы объясняем? Это база. Это база. Это байзик. Давайте первый вопрос. Лешку у нас сегодня будут зачитывать. Точнее, двое, два Лешки. Два Лешки у нас. Два Лешки будут зачитывать. Мы тут поняли, что у нас не писала вторая камера. Теперь она пишет привет. Теперь она пишет привет. Мы уже тогда поговорили, но ладно, что поделать. Нормально. Вопрос номер один. Снимите вызов любого духа вдвоем. Татьяна, ну это маму решать. Маме решать? Маме решать. Я не против. Я вам скажу спойлер. Я Лену уже позвала на вызов духа. И знаете, кто это будет? Как делать? Ты как будто ничего не знаешь. Я не знаю. А что? Ну и кто же это будет? Чеширский кот. Ну, я понимаю. Ну, все потому, что у нее выходит сериал Алиса. Конечно же, как же катаж Чеширского? Надо второй способ проверить. Я первый способ одна вызывала, а второй надо с Леной, правильно? А теперь уже вызовем настоящего. Как бы он придет, я честно говорю. Он в прошлый раз тоже пришел, все нормально. Все равно второй придет, бухарик. Насчпуньковые. Тоналочку. Тоналку. Самый ужасный тональник, и я его специально использую для грима всегда. А что это за ужасный тональник? Нет, он реклама, знаешь, от таких ужасного тональника. Анти-реклама. Нет, на самом деле он норм, Катрис, но просто он очень сильно скатывается. И вот, допустим, с повседневной носки его вообще невозможно использовать. Только для макияжа однодневного. Кстати, у меня то же самое, только с Нарсом. Я не знаю, кому он нравится для повседневной носки, но для меня он как будто подчеркивает сухость кожи. Сейчас будет лайфхудск. Мы налили сюда тоналку. Вот, посмотрите, да, тоналка. И чтобы из этого получить белый оттенок, вот нам нужен белый цвет кожи, мы просто будем замешивать сюда тени. Белые. Прикиньте, никакой грим не нужен, потому что грим пипец как сильно забивает поры. Вообще, он жирнится, его постоянно надо пудрить постоянно тысяча один раз. Не жалею. Вспоминаю свои эксперименты в студию в ТикТоке, когда-то снимала. Да? Где намешивала всякого. Ладно, он не заметил. Мне кажется, он не становится белым, нет? Нет, ни хера не становится, как будто бы. Как будто, может, пудры добавить? Ну, в общем-то, мы намешали, это выглядит очень страшно, но просто посмотрите, это какая-то мешанина-кошанина. Это нормально. Это ужасно. Ну, давайте попробуем нанести это на лицо. Блин, да нет, он не белый, нет. Ну, светлый, конечно, светлее, чем моя кожа, уже факт. Адская смесь, друзья, это вообще. Таня, Лена, ты не макияж снимаешь, тоже мне профессионалки. Тать, смотри, не ты. Короче, знаешь, что нужно сделать? Просто взять вот так, а потом тоном все это на затушевать. Мы тут, короче, вообще творим что-то непонятное просто. Я выгляжу как пеннивайзер. Так и надо. Давайте следующий вопрос. Все познакомились с Таней? Ой, самый популярный вопрос, кстати. Реально. Вообще. Ой, я не знаю. А как это было? Я забыла. А ты мне написала, пригласила в фобии. Да, да. Я давно думала вообще Лену позвать в фобии. Ну, точнее, я вообще собирала фобии снимать. Что, когда? Летом. Подожди, а куда ты мне написала-то? Я не помню. Телегу. Короче, суть в чем, мы в одном агентстве состоим. У нас есть общий чатик, где, ну, как бы, есть контакты блогеров. Кому ты можешь написать. Сижу такая, думаю, блин, а кого позвать вообще на фобию? Я про Лену давно думала, потом такая забыла уже миллион раз. Такая, кого? Сижу, сижу, такая натыкаюсь, опять же, на контакт ленту. О, вспомнила, надо написать. Я, кстати, думала, что ты скажешь, да иди ты нахрен, зачем ты мне нужна, я не приду к тебе. Кстати, это второй человек говорит, что думал, что я сучка в жизни. Ну, не в том плане, что просто это, Ален, когда мне писала, она тоже первая писала, мне приглашала там что-нибудь поснимать, еще что-нибудь познакомиться. Она говорит, я просто боялась, что такая же ты в жизни или нет. А потом такая, а потом я поняла, что ты просто абсолютно такая же, как на камере. Да, пипец, мы когда фобию снимали, почему мы сегодня здесь сидим, да потому что мы когда фобию снимали, было ощущение, что мы знакомы не один день, а год. Реально, у нас все так гладко прошло, как будто мы реально знакомы очень давно. Поэтому все круто, все классно. Ну вот, хорошие девчонки, пришлись. Сейчас здесь. Ну уже белое лицо хотя бы, ребят, получается. У меня непонятно, что получается, если честно, что это получается, девочки, я не понимаю. А чтобы вы понимали, у меня минус 4,5. Я что-то вслепую вообще делаю. Я, мы лохи, мы линзы забыли одеть. Девочки, мы пошли одевать линзы. Давай дотушуем уже, уже толку, уже все равно без разницы уже. Ну что, давайте следующий вопрос. Вопрос к Тане и Лене. Как они учились в школе? Какие-нибудь истории расскажи. Обожаю. Ну давай, Танюха, дерзай. Ну я училась в школе хорошо. Хорошо. Насколько хорошо? Ну я в 9 классе, допустим, я была прям полностью хорошистка. В 11 классе у меня были тройки, но это тому, что мне уже было пофиг. Я сдавала ЕГЭ, сдавала ГИА. ГИА я сдавала... Они 4 предмета сдавали, 3 пятерки, 1 четверка у меня была. 4 по математике, которого лучше всего знала. Остальные пятерки, я вообще не поняла, как это произошло. Вот, а в 11 классе я ЕГЭ сдала. Тоже, ну хорошо, прям хорошо сдала. Молодец. Я чувствую, что надо все-таки смывать. Что-то эта пудра решит вопрос. Нет, я понимаю, что это не решит пудра вопрос. А из школы история меня булили в 11 классе. Весь класс со мной не разговаривал, не общался. Меня в 9 булили. А у меня, знаешь, до 9 было все окей. У нас была там четверка девчонок, с которыми мы общались, все было круто. А после 9 две четверки уходят. А за что тебя булили-то? Ну, просто вообще, типа, у меня бойкота объявляли. Потому что я поругалась с одной как раз этой девчонкой, которая осталась из этой четверки. И она такая типа ха настройка, я весь класс против Тани. Она так и сделалась. Ну, вообще никто не общался. Я доживала эти дни. За что? Она ревность какая-то? Просто, просто. Ну, она, понимаешь, она такой человек была, что она вся со мной соревновалась. В учебе, там, во внешности, там, в каких-то успеваемых, доп. занятиях и так далее. Почему тут у нее такая фигня была? Безиск был какой-то. Да, да. Она прям пыталась со мной постоянно соревноваться. И поэтому в какой-то момент что-то я... Что-то у меня, короче, получилось круче, чем у нее. Она бесилась, перестала с ним общаться вообще непонятно по каким причинам. И просто взяла такая типа, вот Таня плохая. С ней реально общалась многие ребята из класса. И у нее как-то больше было влияние, потому что я в эту школу, короче, вторая моя школа, я в эту школу пришла с седьмого класса. И, то есть, она была с первой. Конечно, у нее взаимодействие с одноклассниками было лучше, чем у меня. Ну, и, в общем-то, вот так вот, да. Ты что, сучка? Сучка? Какая? Сучка. Видела, кто у тебя Таня? А сейчас она какая-то там пятая жена у какого-то нерусского чувака в его стране. Я, кстати, была отличницей круглой. Медалистка золотая. Где мой диплом сейчас? Я вам скажу, он до сих пор лежит в институте, с которым я ушла. Я так и не забрала документы, чтобы вы понимали. Он так и лежит там. Переживай, что ему там удобно. Место хранилища отдельное. Ему там удобно, все хорошо. Ну, он все равно никак не пригодился пока что, девочки. Вон, макияж делаем, научиться не учились, но зато делаем ничего. Записывай сюда курсы Келлензави, да? И Клепотане тоже. Все, устроим курсы для вас. Совместно. Реально? Меня тоже реально булили жестко. Но я вам рассказывала эту историю. Ну, конечно, ребята у Тани на канале не знают. Что было? Я в девятом классе начала вести свой ютуб-канал. Восьмой, девятый класс у тебя начала. Я, короче, сняла. Мне так нравилась Катя Клеп, тогда она вот была одна из... Было бы, что особо не было там Катя Клеп была. Ну да, да, да. Мне нравилось, как она там приколюшки всякие снимает. Я давай тоже такие снимать зарисовки про школу. И потом какие-то одиннадцатиклассники увидели мои зарисовки про школу на ютубе и показали учителям. И я потом рано утром иду в школу. Меня подруга встречает. Не идти в школу, нельзя идти в школу. Я такая, почему, что случилось? Ты что, почему? Что за прикол? Я говорю, ты что, прикалываешься? Она говорит, я сейчас сидела в школе. Заходит разъярённая учительница по математике и говорит. Встала и вышла отсюда. Как вы могли при всём классе? Как вы могли такие видео про нас снимать? А мы просто приколюхи снимали. Ну, типа зарисовки. Капец. Деньки в школе. Мы начали там, моя классная учительница начала говорить. А она вот на золотую медаль шла, а теперь даже уже и не знаю. Вы поняли? Вы поняли, блин? Пипец. Они говорят, пусть они снимают опровержение на свой YouTube-канал. Хотя это просто юмор был. Подожди, что там было такое, что они как разозлились? Мы снимали зарисовку смешную. День самоуправления. Что такое? Как учителя себя ведут, они такие радостные все. Как себя потом меняют в старшекласснике, когда они управляют младшими классами. Но всякий в смешном юморе. При этом мы это делали. Это абстрактная школа была показана. Никаких иммол, ничего. Не дай бог. Просто был вайн, скажем так. Вайн на тему школы и дня самоуправления. Они это все на себя приняли. Одиннадцатиклассники такие говорят, они нас поджидали каждый день из школы. Мы не ходили в школу. Они хотели нас избить. За что? За то, что мы ведем YouTube-канал. Учителя такие, все удаляйте YouTube-канал. Мне пришлось тогда удалить мой YouTube-канал. А там уже было 50 тысяч подписчиков, чтобы вы понимали. Я там сделала, короче, в каверах. Охренеть. А тогда вообще это очень сильно было. Это было очень круто. У меня ролики хорошо набирали. Это было очень круто. Еще была такая блогерша Анжела Лондон или что-то такое. Она пела песню ультра-фиолет. Я, кстати, видела, да, слышала ее. Я тоже, типа, делала пародию на нее. И у меня, правда, это залетало хорошо. Мне пришлось удалить. Я вообще думала тогда, что моя жизнь кончена. Чтобы вы понимали, я ревнала на своей... Да, блин, вообще, знаешь, я вот понимаю, что, во-первых, дети в школе очень злые. Это правда. Реально, вот за что буллить, вообще непонятно. Учителя тоже вот некоторые есть вообще неадекваты, которые... Ну, на чем я ребенку такое делаю, да? А может, это ребенок, вот именно это его будущее, он, блин, на этом хоть жизнь. Ты вот завязала, да? А и другой бы ребенок сказал бы, а все, нафиг, я вообще перечеркиваю свою жизнь. И неизвестно, что могло бы произойти. При этом мама так особо тоже не... Ну, блин, что вы там с этой Кристиной творили, вот ваши все блоги? Ну, как бы... Но она и сильно не ругала, но как бы была на стороне учителей все равно такое было. Вот. Но там хорошо было так, что директор все-таки встал на нашу сторону. Он, типа, приказал, чтобы одиннадцатиклассники перестали буллить. Учителям сказал, чтобы больше ничего не говорили. Ну, хорошо, хоть директор. Директор все-таки заступился, прикиньте. А классуха там вообще жесткая была. Вы уже, вы видите, где я теперь. Снимаю свои ролики на ютубе, а продолжаю. Да-да. Поэтому такая вот жесткая история. Ой, школа это сложное вообще время, наверное. Я не хочу в школу, я так рада, что я закончила, слава богу. Реально, ребят. Что, давай линзы надевать? Все, пошли линзы надевать. Опа, и все. А вот мы с линзами, теперь у меня красные. У меня вот, сами придумайте, какой цвет. А я не вижу. Какой-то непонятный, да? Какой-то непонятный, ну, прикольный. Ну, не видно, главное, самое не видно, главное, да. Да. Ну что, давайте следующий вопрос. Если бы тебе задонатили миллион рублей, на что бы ты потратила? У меня тоже такой был вопрос. Кстати, реально такой вопросик? Я бы вложила эти деньги на съемку какого-нибудь фильма или сериала. А прикиньте, с такими деньгами какой херен и можно сериал или фильм снять? Сто процентов, сто процентов. Вот это было бы круто. Я бы вообще Нетфликс открыла тогда свой. Только Завидофликс. Да, какой-нибудь. Донатики, да, донатики. Донатики миллион рублей. Ну, реально, прикиньте, может, крутой какой-нибудь классный фильм снять, полнометраж какой-нибудь. Все готово. Все. Я не знаю, что вы начали. Я сделала, что, что, а что, вам не нравится? Мне нужен черный карандаш. Мне сейчас нужно делать контуринг носа черными тенями. Я не знаю, как это будет. Ребят, не судите строго, потому что... Мы что-то делаем, мы не знаем, что это такое. Мы вообще не знаем, не знаем. Мы не профессиональные мы. Нормально. Короче. Жесть. Ладно, давайте следующий вопрос от Лешки. Хочешь ли ты создать команду? Если да, то кто там будет? Реально. Это классная идея, на самом деле. Это очень круто, но это очень сложно. Чтобы собрать команду, во-первых, на это нужны большие деньги. Чтобы ты платил каждому из команды. Вы извините, что думаете? Просто так кто-то будет работать с вами? Операторы, монтажеры, руслеты векут. Конечно, нет. Это, прикиньте. Да, поэтому здесь вообще касается... Я очень хочу собрать команду. Я очень хочу прийти к максимально качественному контенту. Чтобы у меня был и монтажер, и операторов несколько. И помощник, который будет помогать реализовывать мои идеи. Потому что они сумасшедшие. И самой одной вообще очень сложно это реализовать. Но пока, конечно, все это решается деньгами. Вот увы, увы и ах. Включайте ППН, ребят. Копим на монтажера, в первую очередь. Так, ребят, я тоже мечтаю о своей команде, чтобы снимать сериалы. Это круто, на самом деле. У меня сейчас вот... Я только единственное, что нашла. Операторов, которые... Это уже хорошо. Это уже так облегчает работу. Это уже вообще... Ну, точнее, это просто настолько облегчает тебе жизнь, когда есть человек, который отдельно от тебя снимает. Потому что до этого я одна сама снимала все. И как это за... Это за... Это в два раза дольше. Да, конечно. В два раза дольше. Это вообще неудивительно. Это прям мечта, ребят. Поддержите нос, как бы, да, включите ВПНчик, вот это все. Но, как минимум, ребята, вы как раз-таки те самые люди, которые первыми увидят, как будет преобразовываться канал. Вот вообще. Но на самом деле уже наверняка наши подписчики уже видят, с чего мы начинали. Да, да. И к чему мы сейчас пришли. Но, кстати, они не видят, с чего я начинала. Да? Потому что я взяла и удалила все ролики с Ютуба. Я такой, мне просто... Понимаешь, я там такой контент снимала. Снимала переуплощение, красила волосы в разные цвета. Синий, оранжевый, розовый, красный. Короче, вообще жесть. И у меня эти ролики, они хорошо набирали, но вот с макияжа меня плохо набирали. И потом я ушла в ТикТок и вернулась потом на Ютуб. И взяла и удалила все ролики. Зачем я их удалила? Я не знаю. Не знаю. Ну ладно. Какашка. А у меня прям все... У меня в лайки... В лайки не смотрите меня. Стрёмка. Ну там прям видно прогресс. С чего я начинала? У меня, пожалуйста, в ТикТоке не смотрите. Ну у меня вообще-то в ТикТоке тоже там стрёмные ролики вначале. Вообще ужас. Кринж просто. Я не знаю, какая-то фигня у меня получается, если честно. Вот не знаю. Это пока начало. Ладно. Начало всего. Это начало. Все нормально, все живем. Ладно. Давайте следующий вопрос. Если бы у Лены была возможность снимать ролики или жить в Корее, что бы ты выбрала? Что бы я? Отвечай, Лех, ты знаешь мой ответ. То и то, ребята, нужно выбирать. Конечно. Куда бы я не переехала, я всегда буду снимать ролики. Ну, может быть, у меня какой-нибудь будет период, я не знаю, кризис среднего возраста или как это вот это значит. Я такая пойму, что я не хочу больше заниматься блогерством, снимать свои сериалы. Ну, я обязательно об этом вам скажу, как бы, да. Но пока не собираюсь никуда, собираюсь рвать всех просто в щепки, снимать себе сериальчик, понимаете. Ну, пока только первый глаз, что-то там непонятно, что-то тушуется, но я пока только глаз делаю с Маке Альс. Я пока тоже не понимаю, что вообще у меня в итоге... А что происходит? Давайте следующий вопрос. Лекс. Самое главное, что будет парик, который все скроет. Реально. Все скроет и все будет хорошо. Все будет отлично. Вон какая я хорошенькая, я Таня хорошенькая. Мы же сами все хорошенькие, чего вам уже надо? Вот именно. Тань, запрещаешь ли ты брать другим людям идеи твоих видео? И как ты относишься к людям, которые пишут, что ты копируешь Райтман? Шок контент. Ребят, а вот сейчас вот я вам так отвечу. Вот мы с Леной будем потом вторую часть снимать, другие переуплощения на ее канал. Так что на этот вопрос я отвечу у Лены. Потому что мне уже надоело отвечать, если честно, на этом канале про Райтман. Вот честно. Вот поэтому приходите к Лене и там смотрите. Правда. Короче, вас шокирует ответить. Забайтила. Переходите обязательно. Вопрос в клепотании. Если бы у тебя был выбор, в какой стране остаться, в той, в которой у тебя семья и друзья, или в той, в которой у тебя больше всего количество фанатов? Ну, конечно же, где семья и друзья, потому что фанаты меня могут смотреть вообще из любой точки планеты. Факт. Где бы я ни находилась, вы все равно можете видеть мои видео, какая вам разница, живу я с вами в одной стране или нет. Главное, чтобы на одном языке я разговариваю, а остальное неважно. Во, это все. Поэтому я считаю, ну, это типа странный вопрос. И, конечно же, вижу, что я постоянно там с родными и близкими, и друзьями. Логично, что мне нужно бы находиться с ними рядом. А так вообще, если говорить про то, что где, допустим, если был вопрос, где бы я хотела жить, в другой стране, допустим, или здесь, то я бы ответила, что здесь. Я вообще в другую страну не хочу приезжать. Ездить, да, путешествовать, да. А жить, мне вот максимально, мне нравится в Москве, очень комфортно, все классно. Вот. Факт. Планировала ли ты сниматься в сериалах Ли и Айлен? Были у вас разговоры? Конечно, ребят. Вообще-то мы не раз еще появимся в сериалах друг у друга. Вообще-то девочки уже снялись в серии моей, я не знаю, она вышла уже на моем канале или нет, но девочки снялись у меня в сериале, достаточно важную роль сыграли. И у Алина мы будем тоже какую-какую интересную роль играть в сериале. Так что, как бы, ждите, ребятки, ждите потихонечку, что-то мы вот творим, пересекаемся иногда, конечно же. Бомби. Я, конечно, наверное, ладно. Лена, а что случилось с твоим мужем? Вроде как он в больнице. Да, я, я, короче, я просто, да, скринела, думаю, что это такое, типа, в чем смысл? Думаю, как это так? Леша у нас тут сидит, знаешь, в гостях. Леша, что, в больнице? Что? Наверное, они просто давно не заходили ко мне на телеграм-канал, я не знаю. Это уже давно прошло, уже Леха выписался сто раз. Мне кажется, я больше похожа на пилу, а на этого, на скелета. Ну, это пока, мне кажется, похоже. Они меня успокоили, все хорошо, делаем дальше. А мы приходим с вами к следующему вопросу. Реал? Львене, у них ли у тебя концерты? Ребят, ну, как бы стремимся, стремимся, стремимся к этому. Очень хочется, конечно же, чтобы в будущем у меня были концерты, как бы. Слушайте, какие Лензавиды? Пришла тут припиариться, посмотрите на нее. Ну, пришла, я пришла. Что такое? Что такое, не понял? Это кто у нас там следующий? Я даже не помню. Я тоже. Тань, сколько ты тратишь денег на украшения для дома, типа хэллоуин, Новый год и примерно... Не спрашивайте, пожалуйста. Не спрашивайте, пожалуйста. Мы недавно с Лешей сходили в фикс прайс, узнали, что мы новогодняя коллекция и закупились. Просто ничем на 5 тысяч. Просто ничем. Это маленькая очень часть украшений для Нового года. Для хэллоуина? Ой. Но я бы не сказала, что для хэллоуина, кстати, много. Для хэллоуина немного, потому что я украшаю только фон, а квартиру нет. А вот до Нового года мне хочется украсть весь дом, чтобы все сверкало, все светило, и чтобы все было новогоднее настроение. Поэтому на Новый год там вообще страшно. В прошлом году, я помню, мы разово, несмотря на то, что мы заказывали с Алиэкспресс товары, мы разово купили в Ашане на 12 тысяч. На 11 тысяч просто тоже ничего, я не поняла вообще чего. Но мне повезло, что в прошлом году, да, в прошлом году мне прислали елку по бартеру за 70 тысяч. Мне тоже надо. Так что, ну много денег тратим, конечно, но хочется же настроения. Я вообще люблю вот эту атмосферу праздника, я вообще обожаю. И я чувствую, что мы еще переезжаем, мы тут в доме, я чувствую, под Новый год, я его просто сделаю сказкой какой-нибудь. В доме это вообще, я представляю, вообще. Приезжаем. Хорошо. Будем снимать. Хорошо. Мне надо сейчас нарисовать брови тонкие, я вообще не знаю, как я это сделаю, сделаю ли, но давайте. А я тоже не знаю, как. Тогда эти next questions. Какая фигня, ну ладно. В общем, Лена и Таня. Ну что, сестры? Как вы догадались? Откуда вы знаете? Я не понимаю, как вы догадались? Они нашли родосомы нашли? Реально. Не-не-не, мы столько скрывали, Лен. Мы столько скрывали. У нас даже мужья одинаково называются. Называются. Не, мы реально с первого дня сошлись. Вот как так вышло, непонятно, конечно. Такие два этих. Две простые девчонки сошлись. Да. Не, ну правда, мы не родные сестры, ну. Ну, извините. Ну, извините. Духовные. Духовные, да. Духовные. Короче, мне сейчас нужно нарисовать типа вен черных. Я не знаю вообще, почему в данном макияже будут вены. Ну, пусть будут. И у нас следующий вопрос. Вопрос Таня. Вы знаете ли вена твою мэри? Познакомься. Познакомься. Она хорошая. А нет, она психолог. Она у меня уже психологом была. Да. Конечно, знает. Как к себе уже хожу этот, как говорят. А потом, если она ко мне приходит. Я, думаю, к Тане прихожу. Я к мэри прихожу. Ой, чё. Ой, чё. Мы с ними уже так вот и дружки. Ну, поняли. Хочу задать вопрос Лене. Да. Ревнует ли Лёша к твоим подругам, ну, подружески, как ты, его к Андрею? Или никто никому не ревнует? Хороший вопрос, значит, а, Алексей. Хороший вопрос. Ревнуете меня? Что за тишина твоя? Знаете, есть разные подруги. Была там одна. Ну, ладно, мы не будем. Стоп, стоп. Так, отвечаю. И сейчас соседи просто выпилились из этой жизни, на самом деле. Да, резновала у меня к одной подруге реально. Да? Было такое. Было такое. А чё ты с ней делала? Я ничего не делала? Лёша, скажи, что она с ней делала. Ну, просто знала, что она просто бисексуалка, как бы ей очень нравятся девушки. А, она прям как мне приставала, но я как бы девушка замужняя, понимаете? Ага. Прям раздевала, да. Да, это свиньки раздевала. Так, вот подробности, друзья. Эксклюзивчик. 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 Всё хорошо. Ничего себе вопрос, какой интересный. Ну, на самом деле, у нас с вами традиция вызывать крампуса. Это 100%. Это кто такой? Крампус? Ты не знаешь, крампус? Не знаю. Я знаю, кто такой крампус. Это анти Дед Мороз, анти Санта, который злой. Злой Санта. То есть, если обычный Дед Мороз приходит и дарит подарки хорошим детям, то крампус съест плохих детей. Он забирает свой мешок, а потом жрёт их. Как-то он плохо справляется с своей задачей, почему я ещё живу? Ну, а что? Покажи, что на каком этапе. Вот, посмотрите, мы уже почти закончили. Осталось, на самом деле, немного. Мне осталось вот эти вот кругляши, губы и ресницы налепить. И всё. И убрать, и одеть парик, конечно же. Ну, мне осталось красным более чёткий контур сделать. Вообще кайф. Брови нарисовать и ресницы приклеить. Кайф. Выходим на финишный прямой. Да. Нам ещё второй макияж делать. Высорый. Да, так что? Имейте в виду, что второй макияж тоже будет у Лены. Как бы да. Да, да, да. Сами понимаете. Такие рабочие лошадки. Всё для вас, девочки-мальчики. Да. Так, ну что, мы сейчас доделаем макияж, потому что нам осталось совсем чуть-чуть. И уже покажем вам результат. Ну что ж, друзья, вот такие вот макияж у нас с вами получились. Посмотрите, какие мы просто мадамы, царевные, смеянные. Не забывайте, что сейчас, прямо сейчас мы будем снимать вторую часть, где мы будем перевоплощаться. Знаете, я вам спойлерну вот просто потому, что я вас очень люблю. Да и в принципе я хочу, чтобы вы тоже посмотрели Ленин ролик. Мы будем очень стараться. Я буду перевоплощаться в куклу Аннабель. А ты в кого? А я во Фредди Крюгера, извините меня. Знаете, тоже стремноватенько, да? И мы ещё там будем отвечать на дополнительные вопросы, которые вы ещё нам задавали. Поэтому приходите, смотрите. Будем вас ждать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий криповый ролик. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.